По словам руководителя Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Михаила Элезова, в соответствии с федеральным законом об организации предоставления государственных и муниципальных услуг каждом субъекте Российской Федерации проводятся мероприятия по повышению качества предоставления государственных услуг. «Основная задача многофункционального центра – комплексное и оперативное оказание государственных и муниципальных услуг гражданам, юридическим лицам, удобным в дальних местах и режиме, исключая их обращение в разные ведомства, что существенно повышает качество и сокращает сроки предоставления услуг населению», – сказал Элезов. Михаил Элезов рассказал, что работа многофункционального центра строится по принципу одного окна, в соответствии с которым предоставление услуг федерального, регионального, муниципального уровня осуществляется в одном месте на бесплатной основе после обращения заявителя с запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, выполняется многофункциональным центром без участия заявителя. По его словам, в республике также внедряется универсальная электронная карта, представляющая как платежную систему, так и социальные документы. По линии некоторых министерств готовность есть. Если говорить о министерстве труда и социального развития, они готовы. Они подключили медкоординатор, подключились к системе между ведомствами взаимодействия, они готовы, и ряд муниципальных образований. Сужинский район готов, город Карабулак, Малгабек. Сколько времени нам понадобится, чтобы работать по этой системе? Согласно нашим утвержденным планам, план утвердили правительство республики, мы должны до 30 марта уже подготовиться, и уже начиная с 30 марта, реально уже оказывать эти услуги. Этого года? Да, этого года. До 30 марта все должны быть установлены координаторы, все должны подготовить свою связь, и они должны этим уже заниматься. Пресс-служба правительства специально для программы Вести Ингушетия.